Вы уже знаете, что добавить изображение на страницу можно при помощи тега image. Я снова воспользовался картинкой с сайта placeholder.com, где можно выбрать изображение удобного размера. Но image это не единственный способ. Давайте вернемся на сайт и рассмотрим еще один вариант. Можно добавить картинку как фоновое изображение. Для этого я должен использовать CSS. Давайте это сделаем. Я для элемента с классом container добавляю background image и сюда вставляю адрес картинки. Я копирую вот этот адрес, вставляю вот сюда. И теперь я вижу, что никакая картинка на странице не появилась. Почему так? Дело в том, что сейчас мой контейнер не имеет вообще размера. В нем нет содержимого. Фоновое изображение просто заполняет фон. Давайте установим для моего контейнера какую-то высоту. Я пишу здесь, например, высота у меня будет 500 пикселей. И я вижу, что у меня появился блок, который на фоне заполнен моими изображениями. Давайте рассмотрим, в чем принципиальная разница между обычным изображением и фоновой. Если вот здесь я добавлю, например, какой-нибудь текст, пишу lorem 20, то этот текст сдвинет мою картинку. То есть мой текст является каким-то содержимым и он сдвигает картинку. Если же я добавлю какое-то содержимое внутрь блока, давайте вот здесь я напишу lorem 20, то этот текст будет поверх фона. Таким образом, фоновое изображение не является контентом, не сдвигает остальной контент и используется просто для стилизации. А вот tag image используется для размещения каких-то важных, смысловых картинок, а не просто для стилизации. Окей, давайте пока уберем текст, он нам пока не понадобится. А теперь давайте посмотрим, какое еще есть отличие между обычным изображением и фоновым. По умолчанию tag image имеет размеры картинки и не повторяется. Фоновое же изображение также имеет те же самые размеры по умолчанию, но повторяется так, чтобы полностью замостить весь свой элемент. Если мы не хотим, чтобы фоновое изображение повторялось, мы можем воспользоваться свойством background repeat и установить здесь значение no repeat. Давайте добавим рамку нашему элементу. Я пишу border 2 пикселя, например, как обычно, у нас будет solid blue. И я вижу, что элемент у меня имеет больший размер, чем картинка. Если я хочу, я могу сделать так, чтобы картинка повторялась только в одном направлении, например, repeat x. Тогда картинка будет повторяться по горизонтали или repeat y, по вертикали. Стандартное же значение, как вы уже заметили, это repeat, когда картинка повторяется по обоим осям. Давайте пока установим значение no repeat, так, чтобы наш фон не повторялся. Конечно же, обычно мы хотим, чтобы фоновое изображение покрывало весь элемент. Для этого мы можем воспользоваться свойством background size. И здесь есть такие же значения, как и для свойства object fit. Contain это такое значение, когда фоновое изображение будет умещаться полностью внутри нашего контейнера без искажения пропорций. Давайте зададим нашему блоку какую-то ширину, например, в 600 пикселей. И теперь я вижу, что моя картинка ужалась так, чтобы быть полностью видна. Управлять положением этой картинки можно при помощи background position. Я пишу здесь значение, ну, например, 0,0. И тогда позиция будет начинаться от верхнего левого угла. Если я укажу другой background size, ну, например, укажу здесь ширину в 300 пикселей, то тогда я увижу, что моя картинка имеет размер в 300 пикселей и располагается в левом верхнем углу. Если я поставлю здесь значение center, то тогда моя картинка будет точно в центре. В описании к уроку я оставлю ссылку на документацию, где будут полностью расписаны все возможные значения background size. На практике же чаще всего мы хотим, чтобы наша картинка полностью покрывала всю площадь элемента. И здесь удобнее всего использовать значение cover. Теперь я вижу, что моя картинка полностью накрыла элемент. При помощи background position я могу разместить ее точнее. Например, если я хочу, чтобы моя картинка всегда отображала правый нижний угол, я напишу здесь bottom и right. И теперь правый нижний угол моей фоновой картинки будет всегда виден. Для демонстрации давайте уменьшим высоту контейнера, например, до 300 пикселей. И в этом случае я вижу, что правый нижний угол все еще виден. Если я отключу background position, то по умолчанию у меня будет всегда виден центр верхнего края. Чаще всего мы захотим, чтобы картинка была по центру. Поэтому вот здесь я устанавливаю значение center. Итак, сейчас я вижу, что картинка размещена точно в центре. Таким образом, давайте подведем небольшой итог. Мы можем добавлять картинки не только тегом image, но и как фоновое изображение. При этом по умолчанию фоновое изображение повторяется, заполняя все свободное место в элементе. Если мы этого не хотим, мы можем использовать background repeat со значением no repeat. Также управлять размером фонового изображения мы можем при помощи свойства background size. На практике чаще всего будет использоваться значение cover. А управлять положением фона мы можем при помощи background position. Важным отличием фонового изображения от обычного является то, что поверх фонового изображения может отображаться какое-то содержимое. А поверх обычного изображения это невозможно. При этом обычное изображение будет сдвигаться и не накладываться на другой контент. Семантически же тег image используется там, где мы хотим добавить какую-то смысловую картинку. Какую-то фотографию, которую мы описываем. Или изображение товара из магазина. А фоновое изображение используется для стилизации. То есть просто как декоративный элемент для красоты. И в дальнейшем мы будем пользоваться и обычными картинками, и фоновыми. В зависимости от ситуации.